Всем привет! Меня зовут Лая. Добро пожаловать на мой канал. Это видео-короскоп для представителей знака Водолей на следующей неделе 14 до 21 июня. Мы кратико пройдемся по всем сферам жизни, какой будет общая атмосфера, также что будет происходить в сфере любви, в отношении работы, денег. Посмотрим, что вас будет поддерживать, на чего вам не следует делать. Также, возможно, звезды приготовили для вас сюрприз, либо предупреждение. И мы спросим карт-совет для вас, мои дорогие Водолеи. Поэтому слушаем очень внимательно. Также хочу сказать, если у вас есть сложная ситуация в жизни, вы хотите получить персональный гороскоп. Я работаю не только с гороскопами, мы можем рассмотреть любые ваши ситуации. Вы можете связаться со мной по всем каналам связи, которые вы найдете под этим видео. Я это сделаю для вас совершенно бесплатно. С большим удовольствием. Сегодня получилась звонок от моих друзей-англичан с большой благодарностью о том, что Лара, Вау, все твои прогнозы сбываются. Теперь мы слушаем только тебя. Чего вам желаю. Благодарю вас за терпение. Итак, мои дорогие Водолеи, что будет вас поддерживать? Поддерживать вас будет семья. Мы видим здесь семья. Очень большое значение вашей жизни имеет семейные связи. И мы видим здесь женщину очень страстно, эмоциональная. Такая, знаете, женщина небедная, знающая себе цену. И вот все это будет как бы крутиться вокруг этой женщины. Но как-то немножко у вас будет катаскорб у вас будет, что ли. Возможно, вы получите какое-то сообщение. Мы посмотрим дальше, что. Но большую роль в вашей жизни будет играть именно вот эта женщина и семейные связи. Что будет происходить в семье? Опять-таки мы видим здесь мужчину. Мужчина дворянин. Это значит, мужчина очень представительный. Мужчина тоже знающий себе цену. Мужчина непростой, с большим жизненным багажом, опытом. Но в то же время он такой, знаете, мягкий, капризный. Такое, знаете, это такое милое сочетание взрослого мужчины, такого милого мальчика. Какое-то у вас будет очень приятное событие. Такое очень хорошее, радостное. Мои дорогие водолеи, смотрите. Хорошее начало. Похоже, здесь речь идет о паре. Что будет в работе? В работе будет происходить у вас какой-то мужчина. Будет строить вам какие-то козни, небольшие козни. Так что мужчина такой ненадежный, азартный. Вы знаете, о чем речь идет. Об этом нам четко говорит руна Кена. Возможно, он что-то строит вам, какие-то помехи, какие-то преграды. Будьте очень внимательны. Противник, противник именно в работе. Возможно, это ваш либо брат, либо ваш компаньон, бизнес-партнер. Будьте очень внимательны. Что будет в отношениях? Отношения вас будут радовать. Мои дорогие водолеи, смотрите, большая радость. Радость от общения. И об этом четко говорит руна Геба. Партнерство. Радость. Вы будете наслаждаться своим партнером. Будет очень большая радость. Но в вашей жизни очень большую роль играет женщина. Если вы женщина, то это вы. Если вы мужчина, то в вашей жизни есть такая женщина. Женщина очень серьезная. Как мы уже видели ранее, знающая себе цену. Женщина очень, знаете, такая практичная. Она, он есть такая у нее жилка, начальница, женщина даже, можно сказать, такая, с такими магическими способностями. Она может быть очень хорошим другом, но также может быть очень опасным врагом. С ней лучше договориться, чем воевать. Вот такие. Но вы будете наслаждаться этим. Возможно, вы просто гордитесь своей женщиной. Я вас поздравляю. У вас очень хороший партнер. Имея такого партнера, не надо иметь много друзей, скажем так. Что будет вас поддерживать? Важный финансовый документ. Поддержка будет важный финансовый документ. Возможно, первая какая-то прибыль. Послание свыше. Смотрите, вы будете довольны. Вы будете довольны этим каким-то сообщением. Скорее всего, здесь идет речь о прибыли финансовой. Какие будут помехи? Мои дорогие водолеи, здесь опять показана карта. Очень такого непростого мужчину. Мужчина такой очень благородный. И знающий себе цену. Как я уже говорила, с большим жизненным багажом. И здесь показано высокомерие. Мужчина очень высокого мнения о себе. Мужчина знает, что он не боится брать для себя ответственность. Он такой, у него есть такая жилка руководителя. Не жилка, а именно черта хорошего руководителя, управленца. И он не боится. Даже если весь мир против него восстал. Он знает себе цены. Он знает, что он победит. Он победитель. Он идет по жизни победителя. И он идет победителем к своему финансовому успеху. Это четко говорят. Большие деньги, выигрыш, бизнес, богатство. И финансовая стабильность. Новое место работы. Банк, либо места сбережения денег. Вы идете к этому четко, несмотря ни на какие помехи. Ваши жизни. Какой будет результат? Вы надеетесь, конечно, на хороший результат. Какие-то у вас сложности будут. Либо были раньше, и вы надеетесь на решение этого вопроса. Конечно же, в вашу пользу. Мы здесь видим человек, начальник сводбодолюбивый, неугомонный, артистичный, немного деспотичный, богатый купец, либо политик. Вы будете блистать в своей сфере, в своей карьере и добьетесь больших результатов, финансовых результатов, мои дорогие. Какой будет для вас сюрприз? Сюрпризом для вас станет, как-то будете немножко печалиться. Печалиться, возможно, воспоминания будут вас какие-то гложить. Но вот здесь какое-то будет неприятное, либо вы получите неприятное известие, либо конфликт. Неожиданный какой-то обман, либо враждебность, какая-то неожиданная новость вас ждет. Либо даже здесь может речь идти о выпивке. Будьте очень осторожны с алкоголем, прислушиваясь к своей интуиции, прислушиваясь к своему телу. Потому что зачастую только наше тело может сказать нам, например, слушая, может хватит, может довольна, и пора остановиться. Следите за своими здоровьем, дорогие мои подолеи. Какой для вас совет? А совет такой, смотрите, мы здесь видим женщину. Но это не всякая речь идет о женщине, это как в целом о человеке. Я могу сказать так, что у вас в жизни, в прошлом, были очень много-много потерь и разрушений. Несмотря на все это, вы не потеряли веру в себя. Это сделало вас только сильнее, и вы очень крепко стоите на ногах. Что бы ни происходило в вашей жизни, вы очень крепко стоите на ногах. И вы смотрите только вперед. Об этом карты вам и говорят. Так держать. Вы очень мудрый человек, к вашему мнению прислушиваются, и люди нуждаются в вашем совете, в вашей поддержке. Но вы никогда не лезете первым со своими наставлениями, своими пожеланиями. То есть люди сами приходят к вам за советом, либо спрашивают, либо вашей помощью, либо вашего совета. Также вы получите, как мы уже говорили, какие-то новости издалека, которые вас не очень порадуют. Они очень вас огорчат. И могут даже уложить на больничную койку. Либо вы можете сорваться, как бы немножко, как знаете, пошалить с выпивкой. Будьте в этом очень сдержаны. И знайте мир, мои дорогие водолеи. Вот такой гороскоп. В целом неплохо. С чем я вас и поздравляю. Если вам понравилось видео, ставьте, пожалуйста, лайки. Пишите свои чудесные жизненные истории. И подписывайтесь на мой канал. А я желаю вам всего хорошего. Всегда рада работать для вас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok